МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пусть если скажу, что часть успеха этого принадлежит болельщикам, которые пришли на стадион Труд. Как вам поддержка зрителей? Спасибо большое. Конечно, болельщик – это двигательный процесс для нас. И мы играем для болельщиков. Спасибо им огромное за их поддержку и то, что переживают за команду. Мы играем именно для болельщиков. Ну что ж, а для тех, кто не смог по каким-то причинам присутствовать на этом матче и воочию не увидеть победу в «Волге» – наш первый сюжет. 17 лет не выигрывала «Волга» у Димитровградской лады в областном дерби в рамках чемпионата страны. Историческая победа случилась 6 мая на стадионе Труд в канун Дня Победы. Футболистам «Волги» рукоплескали 3,5 тысячи болельщиков, для которых в этот день проход на стадион сделали бесплатным. Победы в этот вечер желали обе команды. Дерби – есть дерби. Битва получилась. Шесть желтых карточек плюс одна красная. И лихо закрученный сюжет. Уже на 20-й минуте «Волга» остается в меньшинстве. Илья Максименков фалит на Иване Кузнецова, чтобы избежать выхода один на один. Через 10 минут «Лада» открывает счет. Антон Гуоги расстрелял ворота Семена Морозова с близкого расстояния. «Волга» не сдалась. Гол «Красавец» в раздевалку удается Михаилу Горелишвили. Через стенку, точно в угол, словно в лузу. Великолепная игра. Два великолепных гола было. «Волга» забила шикарный штрафной. Еще все это. Давно не было футбола. Футбол бесплатно. Смотрим, наслаждаемся. У «Волги» удалили игрока. И несмотря на то, что его удалили, все-таки свои трибуны, свое поле, они все-таки додают и выиграют. Счет, ну, пускай будет 2-1. Как воду глядел болельщик «Волги». Во втором тайме хозяева поля не перестали искать счастье у чужих ворот. На исходе часа игры славанный проход через полполя удался воспитаннику ульяновского футбола Дмитрию Рахманову. Хлёвский удар из-за пределов штрафной – 2-1. Когда в меньшинстве остались, чуть подзавелись даже, мне кажется. Чуть-чуть перехватили инициативу. Вот Мишаня хороший гол забил. Сравняли, вот воспряли духом. И пошли за победой. И добыли ее. Вообще давно уже не забивал. Тем более такие голы. Просто шикарно. Наставник «Лады» Константин Парамонов произвел все пять разрешенных замен. Но и это не спасло гостей. Более того, мяч и в третий раз побывал в воротах Руслана Старцева. Правда, судьи его отменили, зафиксировав офсайт. Не получилось ничего. Вообще даже той малой доли, то, что мы делаем, то, что мы отрабатываем, то, что мы пытаемся делать, сегодня просто не получилось. Я сегодня не узнал своих ребят. «Волга» победила 2-1, добыв очень важные три очка. Погоня за «КамАЗом» и «Сибиряками» из Тюмени и Новосибирска продолжается. До три у лидеров рукой подать. Главное свои матчи выигрывать, а там, как карта гажет, посмотрим. Ренат Нуралич, а как вам вообще спится после таких валидольных матчей? Обычно все матчи напряженные и выплеск эмоций. Естественно, приходит время, наверное. Надо осознать, что произошло. Пока не посмотришь видео, то есть не определись, почему эта ситуация произошла. И я стараюсь как бы приехать, посмотреть эти сюжеты, успокоиться. То есть не делая сразу каких-то выводов в раздевалке. Потому что по горячке можно наговорить что угодно. Ведение на поле, когда ты располагаешься, это одно. А когда ты уже смотришь и пересматриваешь игру, это совсем другое. Ну что ж, действительно, эмоции в спорте играют огромную роль. И зачастую это роль исключительно положительная. И подтверждение этому седьмой международный казанский марафон, в котором приняли участие десятки ульяновцев. О том, как геройствовали некоторые из этих ульяновцев, наш следующий сюжет. В легкоатлетическом манеже Казани аншлаг до старта традиционного международного марафона меньше суток. Стойки регистрации работают без остановки. Также обязательно для участников посещение фотостены. В манеже их две, но они совершенно разные. На этой фотостене участники, которые зарегистрировались в начале, в самом, могут найти свою имя, фамилию без номера. То есть здесь со всей страны все участники марафона. В Казань ульяновец Константин Киреев приехал вместе с супругой Александрой. Год назад чета Киреевых заняла с бегом на длинные дистанции. Константин сбросил 16 кило, теперь борется за секунды. Точно так же, как и многие другие ульяновцы, которые наравне с Киреевыми приехали стартовать в столице Татарстана. Казарт появляется, как-то жажда быстрее бежать. Когда бегаешь один, такого нет. Когда много народу, хочется быстрее бежать. Три, два, один! 14 тысяч бегунов из 67 регионов страны и 29 стран мира. Такова сухая статистика организаторов марафона. На самом деле по улицам тысячелетнего города течет река из любителей здорового образа жизни. Бегут, как говорил герой знаменитого фильма, все. Родители и их дети, профессионалы и любители, динамовцы, спартаковцы, зенитовцы и даже дама с собачкой. За перипетиями старта тщательно наблюдает корифей ульяновской лёгкой атлетики, гуру марафонов Михаил Горелов. Лёгкую грусть от того, что сам не может выйти на трассу, наставник прячет по тенью бейсболки. Конечно же, самому хочется побегать. Сейчас народ много больше и больше начинает заниматься вот этим лёгким бегом. Длинной дистанцией всё. Три дистанции на выбор – 10, 21 и 42 километра. Больше всего тех, кто бежит десятку. Они первыми пересекают финишную черту. Каждому из них награду за терпение и мужество – медаль с символикой марафона. Вот эта атмосфера, она как-то сама по себе заряжает вот этим позитивом и желанием бежать. Нет, бежалось достаточно легко. А вот Константин Киреев на дистанции 21 километр всё же бился за секунды. План пробежать быстрее полутора часов перевыполнил на 45 секунд. Выложился по собственному признанию на 110%. После финиша ему потребовалось четверть часа, чтобы прийти в чувства. После 17 километра думал – всё, встану. Но цель – оправдывать средства. Надо было сейчас 30. Я это сделал благодаря моей семье. Седьмой казанский марафон ушёл в историю. Истафету у него принимает Ульяновск. 30 мая в городе Навоги пройдёт традиционный старт в рамках всероссийской акции «Забег». Ренат Нуральевич, а вы готовы побежать марафоном по примеру известного футболиста Алексея Смертина? Ну, хороший пример для нас. Конечно, насколько готов, не имею. То есть, возможность сейчас выразить 30 мая всероссийская акция «Забег». Ну, попробовать можно. Ну что ж, конечно, массовые акции действительно – это двигатель спортивного прогресса, ровно как и мастер-классы известных спортсменов. Об одном из них мы не только расскажем, но и покажем. 10 лет они выступали боковок сборной России. В далёком, теперь уже 92-м, в Барселоне вместе выиграли золотые олимпийские медали. Теперь баскетболистки Светлана Антипова и Ирина Сумникова колесят по стране с мастер-классами в рамках всероссийского проекта «Кэсбаскет». Слушатели олимпийских чемпионов – обычные школьники. Я получаю энергию, я получаю вот этот вот задор их. Хотя иногда кажется, что я ещё играю, да, а некоторые вот… И приходится их вот этим вот заводить. И в это время сама тоже вот этим наслаждаешься и получаешь вот эти положительные эмоции. Очередной баскетбольный мастер-класс прошёл в Ишиевке Ульяновского района. Десятки юных зрителей на маленьких, на уютных трибунах. И 13 баскетболистов на площадке. Раскрыв рот, все слушают знаменитых спортсменок, стараясь ловить каждое их слово, каждое их движение. Два движения. Раз, два. Всё. В эту сторону. Раз, два. Как вести мяч, как подготовить к броску не только руки, но и ноги, как отдать передачу партнёру, чтобы тот мог спокойно поразить кольцо. Полутора часов хватает олимпийским чемпионкам, чтобы перевернуть баскетбольное осознание юных спортсменов. Немного устали, мастер-класс понравился, были упражнения, которые новые, но нам удавалось их делать. Будем тренироваться. Анне Старотиной в какой-то степени повезло больше остальных. Половину тренировки ей довелось работать в паре с Ириной Сумниковой. Знаменитая чемпионка даже в рамках мастер-класса поблажек себе не даёт. Сил не экономит и выкладывается словно завтра в бой за очередным олимпийским золотом. Я очень мечтала сыграть с олимпийской чемпионкой, потому что это очень большой опыт, который пригодится в будущем для тренировок, для игры с соперниками. Со временем ты видишь, как растёт ребёнок, как растёт игрок. И самое важное, что он родителям говорит, что вот, представляешь, у нас сегодня были олимпийские чемпионы, и я хочу пойти в баскетбол. А на трибунах учителя физкультуры местных школ тоже не спускают глаз с площадки. Подобный мастер-класс куда полезнее иного семинара, признаётся наставник ишевских спортсменов Алексей Тимохин. Под его руководством сборная района недавно играла в финале регионального этапа КС-баскет. Для себя лично я почерпнул конкретные элементы техники игры в баскетбол. То есть какие-то маленькие моменты, они могут быть очень значимы в итоге для результата. Полтора часа, как мгновение. Напоследок традиционный автограф «Сессия» и фото со знаменитыми спортсменками. Они уедут, но в сердцах ишевских девчонок и мальчишек наверняка останутся частичкой их побед и частичкой их большого баскетбольного мастерства. Мы лучшие, потому что мы КС-баскет! Приближается один из самых значимых праздников для нашей страны – День Победы. Реат Нуралевич, а вот наверняка и ваши бабушки, и дедушки внесли вклад в победу над фашизмом. Ну, естественно, это значимый день для всех, для нас. Мы гордимся, мы помним всех наших ветеранов. И мой дедушка был ветераном труда. Братья и сестры воевали и, к сожалению, не вернулись. Наша задача – помнить и чтить. Действительно, в нашей стране очень много проводится турниров, которые посвящены памяти героев-фронтовиков. И об этом далее. Острадамовская средняя школа в Сурском районе – школа уникальная. Из ее стен вышли пять героев Советского Союза. Их имена навсегда увековечены на мемориальных досках фойе школы. Мы будем героями! Быть героями в жизни пообещали и участники футбольного турнира, который на Острадамовской земле в канун Дня Победы организовал Общероссийский народный фронт. Ребята из Сурского, сел Выползово, Чеботаевки возложили цветы к памятнику воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Прелесть этого мероприятия в том, что сочетается и патриотическое воспитание молодежи, ну и, соответственно, и спорт. На школьном стадионе Острадамовки спор за победу вели шесть команд, причем одна из них полностью состоит из девчонок. Село Чеботаевка делегировало на турнир как парней, так и девчат. У футболисток с косичками в запевалах Валерия Михайлова. Я полюбила футбол, когда я была в четвертом классе. Я смотрела на мальчиков, как они играли, и решила тоже с ними играть. Леру хвалили и на этом турнире. Организаторы вручили ей специальный приз – футбольный мяч. Пока одни играли, другие музеи посещали. Боевой славы, спортивный, имени чемпиона мира по хоккею с мячом Анатолия Рушкина, музей учителя, музей энциклопедии российской жизни Николая Нарышкина, а еще музей этнографии русского быта. Это 19 век. Вот то, что нашли в огороде, когда копали картошку, они вот копали, выкопали и принесли в музей. Победителями спортивного праздника стали футболисты местной Острадамовской средней школы. Их финальный матч с ребятами из Сурского завершился в ничью 0-0. В серии послематчевых пенальти удача улыбнулась хозяевам, которые, как говорится, каждую кочку на своей спортивной площадке знают. Призовое третье место у ребят из села Выползово. В игре за бронз победивших чеботаевцев 1-0. В каждых районах проводить такие турниры дети сейчас показали, что очень радуются, что им интересно. И надо развивать футбол в Ульяновской области. Отсюда можно некоторых девчонок даже пригласить в нашу спортивную школу в Волгушор. Таланты в глубинке были, есть и будут. Тем более, когда такие турниры станут традиционными. Таланты в Ульяновской области Уверен, что болельщики не подведут и придут на Стадион Труд, чтобы поддержать нашу команду. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Михаил Рассашанский. Это была программа «Реальный спорт Ульяновск». Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова